Шалом! И нам осталось разобрать вопрос о пище. Вопрос, как оказывается, весьма актуальный для нас, для всех. Но прежде всего, в чем же заключается сам вопрос? На апостольском соборе, который состоялся в Иерусалиме в 49 году н.э., брат Господа, апостол Яков, постановил, что неевреи, уверовавшие в Мессию Ишуа, сделают очень хорошо, если будут воздерживаться от крови, от мяса задушенных животных и также от пищи, принесенной в жертву языческим богам, то есть идолам. И об этом мы читаем в книге «Деяния апостола» в главе 15 стихах 20 и 29. Это с одной стороны. С другой стороны, Рав Шауль, он же апостол Павел, который специально приходил в Иерусалим на этот собор, и который затем донес до нееврейских общин постановление этого собора, в своих собственных посланиях нееврейским общинам расходится с Яковым в вопросе о пище. Его позиция гораздо более либеральная. Он пишет, что пища фактически не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к Царству Божьему. И поэтому возникает вопрос, откуда же эти расхождения? Почему Яков и Павел, оба являющиеся апостолами, причем апостолами первого века нашей эры, первым поколением апостолов, пишут нееврейским верующим в Ишуа явно противоречивые наставления о пище? Об этом и сегодняшняя программа. Вопрос о пище гораздо древнее. И Шауля, и Тары. Впервые он появляется на повестке дня еще в книге Берешит, в книге Бытие, в Эдемском саду. Мы видим, что, состворив человека, Господь Бог говорит ему, дает ему заповедь, чем ему питаться, и что ему не есть. Нельзя, говорит Господь, питаться плодом дерева познания добра и зла. И вот на этом-то мы, собственно, и прокололись, если можно так сказать. Грехопадение связано именно с тем, что первые люди съели запретный плод с едой. И это значит, что если Господь Бог дает заповедь о том, чего нельзя есть, а что можно есть, пища перестает быть чем-то нейтральным. Дальше, после изгнания человека из Эдема, вопрос о пище появляется вновь по окончании потопа. В девятой главе книги Берешит мы читаем следующее. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я защищу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, но и влите душа ваша. Защищу ее от всякого зверя. Защищу также душу человека, от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Здесь мы видим, что Господь Бог позволяет есть все, кроме плоти, в которой еще есть кровь. И слова душа и кровь в этом стихе стоят рядом, так что создается впечатление, что это синонимы. Или почти синонимы. В книге Левит мы видим, что это действительно почти синонимы. В 17 главе 11 стихе написано «Душа, тело в крови». На иврите это звучит так. И я не думаю, что в этом месте нужно рассуждать о том, как именно связаны душа и кровь, вдаваться в какую-то мистику. Поскольку Писание нам об этом никаких подробностей не дает, мы понимаем, что нам и не нужно знать лишних подробностей на эту тему. Однако, Писание говорит очень ясно о жертвоприношениях, в которых кровь жертвенных животных играет ключевую роль. Писание также очень ясно говорит о завете в крови. И также о крови Агнца Божьего, Мессии Ишуа, кровью которого мы искуплены от наших грехов. Из всего этого можно понять, что кровь уж точно не является чем-то духовно нейтральным. Интересно также, что в 19 главе книги Левит сказано «Не ешьте с кровью». То есть запрет повторяется данной однажды, но и его потомкам. Если вы откроете 19 главу и найдете там этот стих, то вы увидите, что сразу же вслед за этими словами в том же самом стихе идут еще два запрета. Не выражите и не гадайте. В культуре некоторых народов до сих пор есть различные блюда, основным компонентом которых является кровь животных. Например, кровяной пудинг популярен в Скандинавии, Норвегии. В частности, кровяная колбаса и так далее. В основе рецептов этих блюд зачастую лежит поверье о том, что выливать кровь животного – это грех. То есть, если животное убито, нужно есть его целиком. И поверье-то, как мы сейчас с вами понимаем, услышав заповеди соответствующие тары, оно полностью противоречит тому, что написано в Писании. Очевидно, есть с кровью было таким же языческим обрядом, как и вражба и гадание, поэтому все три запрета стоят в одном ряду. Ну, но практически, вот если вы верующий человек, и вас позвали в гости, вы пришли и к обеду подают, к примеру, кровяные блинчики, есть такое блюдо. Что же вам делать в этой ситуации? Ведь, с одной стороны, Павел пишет Тимофею, например, что «всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно». Ничто не предосудительно. Если принимается с благодарением. Почему? Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. То есть, вроде бы, что можно сделать, можно помолиться и за милую душу уплетать эти блинчики, которые вам предложили радушные хозяева. Национальная кухня. А с другой стороны, тара запрещает употреблять в пищу кровь. Кого слушать? Павла или тару? Вопрос. Давайте порассуждаем. Павел говорит «всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если употребляется в пищу с молитвой». Так написано? Так написано. Хорошо. Я задаю вам встречный вопрос. Человек – это творение Божие? Безусловно. Конечно. Так что? Получается, что каннибализм, то есть поедание человеческого мяса или других органов – это вполне приемлемо? Конечно же, нет. Ясно каждому, не нужно быть знатоком тары или великим богословом, чтобы это понимать, что каннибализм – это грех. Что же это означает? Это означает, что утверждение Павла, хотя оно очень звучит общо, то есть как будто действительно все можно вообще, есть любое творение, все, что Бог создал, можно есть. Понятно, что из этого утверждения есть исключение. И вот точно так же, как каннибализм является исключением, точно так же я убежден, что кровь животных тоже является исключением из этого утверждения. Потому что заповедь «не есть мясо с кровью» была дана не исключительно народу Израиля, она была дана еще Ною и его потомкам. И не просто так, а в связи с тем, что есть базовый факт о том, что душа живого существа тесно связана с его кровью. И завет Бога с Ноем действует, как мы с вами знаем, до сих пор. После дождя время от времени можно видеть радугу, являющуюся символом этого завета. Это означает, что и заповедь действует до сих пор. И мне очень трудно представить себе апостола Павла, он же Раф Шауль, знаток Тары, сидящего за столом и поедающего блинчики с кровью после благодарственной молитвы во имя Иешуа. То же самое, конечно, относится и к мясу задушенных животных, которых апостольский собор тоже запретил это мясо употреблять в пищу, по той же самой причине. Из животного, которое задушено, кровь должным образом не удалена. Хорошо, но теперь давайте еще более практически попробуем просуждать. В Израиле, если мы живем с вами, то в основном мясо, поступающее в продажу, большая его часть, львиновая его доля, кошерная. То есть, это означает, что за нас с вами уже подумали. Нам не о чем беспокоиться в этом смысле. А за пределами Израиля что делать? Я думаю, что, может быть, не лишнее было бы просто для начала поинтересоваться, каким образом убито то животное, мясо которого вы хотите употреблять в пищу. В любом случае, впрочем, здесь, по-моему, нужно остерегаться, во-первых, фанатизма в этом вопросе, а во-вторых, осуждения тех людей, особенно тех верующих, которые не согласны с вами в этих вопросах. Возвращаясь к разногласию между Яковом и Шаулем. Единственное реальное разногласие, то есть, почему я подчеркиваю реальное, потому что мы с вами до сих пор, как мы видим, я думаю, мы говорим не о каком-то существенном реальном разногласии. В вопросе о крови они, как я полагаю, абсолютно едины. Но единственное реальное разногласие, которое я вижу, это в отношении идола жертвенного. По мнению Якова, пища, принесенная в жертву языческим богам, то есть, идолам осквернена, она и стала нечистой. Павел считает иначе. В 8 главе своего первого послания к коринфской общине он говорит, что идолов нет, ведь реально существует один бог, творец неба и земли. И поскольку идолов на самом деле никаких нет, то мясо животных, принесенных им в жертву, которое затем продавалось на рынке, его можно запросто покупать и есть. В этом у верующего, по мнению Павла, должна быть полная свобода. Однако, говорит он, есть две вещи, которых все-таки делать нельзя. Во-первых, говорит он, нельзя допускать, чтобы твоя свобода стала камнем преткновения для других людей. Например, для тех, кто еще не понимает, что на самом-то деле никаких идолов вообще в помине нет. Представьте себе человека, который простодушно верит в то, что вот бычья туша, положенная на алтарь Зевса, мы возвращаемся с вами во времена, в древние времена, когда эти идолы и эти соответствующие храмы были не просто памятниками архитектуры, как сейчас вы в Греции можете увидеть какие-то развалины древних языческих храмов, а это были действующие храмы, где совершались жертвоприношения. Так вот, представьте себе человека, который уверовал в Ешуа, и он верит по-прежнему еще в то, что Зевс реально существует. И поэтому бычья туша, положенная на алтарь этого самого Зевса, от соприкосновения с алтарем этого идола, оскверняется ее употреблять в пищу, нельзя. Если такой человек увидит, как ты, знающий и понимающий, благодаря Павлу или благодаря еще кому-то, что никакого Зевса в самом-то деле нет, и поэтому из этого жертвенного мяса, из этой говядинки можно сготовить прекрасный гуляш, если он увидит тебя, поедающим этот гуляш, с молитвой, ему придется тяжко, говорит Павел. Что произойдет? Его совесть, Павел называет его немощным, в вере братом, его совесть говорит ему, что это мясо нечисто, то есть его есть нельзя. Однако, по той или иной причине, например, из уважения к тебе, он не захочет отказаться от участия в твоей трапезе. Он все-таки хочет сохранить общение с тобой в той культуре древней, а совместная трапеза это было что-то гораздо больше, чем у нас, хотя даже и в нашей культуре, отказываясь есть, ты можешь обидеть человека, который приглашает тебя к столу. Так вот, представьте себе, что вот такой человек, имеющий в совести запрет на поедание мяса, принесенного в жертву Зевсу, все-таки садится за стол с тобой, просвещенным и знающим, что никаких Зевсов, никаких идолов нет, что можно спокойно все помолиться и кушать. Что происходит? Павел говорит, что происходит в этот момент не мнимое, не воображаемое осквернение, осквернение этого мяса, которого на самом деле не происходит, мясо не оскверняется, говорит он. Происходит реальное осквернение в совести этого человека. Его совесть оскверняется, потому что он идет наперекор ей, он делает то, что он считает ему делать нельзя, он грешит. И это настолько серьезно, пишет Павел, что он делает очень сильное заявление. От знания твоего, он говорит, погибнет немощный брат, за которого умер Мессия. Сегодня, насколько я понимаю, идложертвенное мясо нам в повседневной жизни не встречается, разве что в полевой так называемой кухне кришнаитов, которые время от времени делают разные благотворительные акции. Тем не менее, этот пример, по-моему, очень важен для нас с вами. Почему? Потому что мы тоже можем оказаться в обществе верующих, для которых какая-то вещь сама по себе может быть безвредная, не запрещенная во всяком случае нам при определенных условиях, окажется опасной из-за их собственной слабости в этом вопросе. Конкретный пример. Алкоголь. Писание не запрещает верующим пить вино. Коран запрещает употреблять алкоголь, а не Библия. Однако Писание предостерегает нас от того, чтобы напиваться до пьяна. Это написано черным по белому в послании к Ефесянам, 5 главе, стихе 18. Не упивайтесь вином. Поэтому в шаббат или на праздник я с чистой совестью выпиваю бокал белого или красного вина, потому что я от этого не пьянею. Однако в компании бывших алкоголиков или бывших наркоманов, когда я оказываюсь, я не пью никакого алкоголя. Если они считают, что употребление алкоголя это грех, это во всяком случае недопустимо, для них они так считают, то я отказываюсь, когда я нахожусь в их компании, за столом вместе с ними, я отказываюсь от своей свободы. И я безо всяких богословских дискуссий пью воду или сок, помня предупреждение о том, что я не должен становиться, мое поведение не должно становиться камнем преткновения для других людей. Я должен думать в первую очередь не о собственной свободе, не о собственном удовольствии, я должен думать о ближнем. Это первое, что нам нужно помнить в этой связи. Второе. Павел говорит, что нельзя участвовать в языческих жертвоприношениях. В 10 главе того же самого первого послания Коринфянам он пишет, что язычники, принося свои жертвы, приносят их бесам и тем самым вступают в общение с этими бесами. Он поясняет, что хотя жертвенное животное само по себе не является нечистым от соприкосновения с алтарем или от каких-то других манипуляций над ним производимых, акт жертвоприношения привлекает нечистых духов, то есть бесов. И дальше в конце 20 стиха он пишет такую вещь. Я не хочу, чтобы вы, верующие в Коринфе, были в общении с бесами. Понятно, что и мы тоже не хотим. Но что такое языческие жертвоприношения сегодня? Это акты поклонения, конечно же, тем или иным идолам. В нашем советском детстве таких актов было немало. Я имею в виду многочисленные мероприятия во славу Маркса, Энгельса и Ленина, КПСС, Комсомола и Октябрьской революции. Сегодня это концерты некоторых рок-групп, прославляющих секс, насилие, смерть, самоубийство и так далее. То есть, в общем, список можно продолжать очень долго, но суть ясна. Если ты не хочешь быть в общении с бесами, а я думаю, никто из нас этого не хочет, то нам нужно крепко думать, где мы находимся, что мы читаем, что мы слушаем и в чем мы участвуем. Опять-таки я приведу конкретный пример. Некоторое время тому назад мне попалась в руки книга такого популярного автора Дэна Брауна. Книга под названием «Код да Винчи». Все, что я знал раньше об этой книге, это то, что в свое время она произвела много шума своей подачей евангельских событий. И я подумал, что как проповеднику и учителю мне было бы не лишнее познакомиться с первоисточником, вместо того, чтобы читать о том, что написано в этой книге, об этой книге в Википедии или где-то еще. В общем, я взял эту книгу. Чтение было малоприятным, но терпимым. До тех пор, пока в какой-то момент я не дошел до сцены, описывающей абсолютно отвратительный языческий ритуал. Я не знаком с миром оккультизма, и поэтому эта сцена меня застала врасплох. То есть, то, что к ней подводило, я совершенно не понимал, чем это закончится. И, конечно, автор на это и рассчитывал. И внутреннее ощущение у меня после прочтения этой сцены было абсолютно омерзительное. Как будто я сам был очевидцем этого ритуала. Чуть позже я понял, что ощущение это было вызвано, по всей вероятности, бесами, действующими через подобные тексты. И для того, чтобы очистить свой ум и сердце от этой гадости, мне потребовалась интенсивная молитва. Для себя я сделал вывод держаться от подобной литературы подальше. Понятно, что типографская краска и бумага сами по себе совершенно нейтральны в духовном отношении. Однако, образы, которые в нашем сознании вызывает автор, они могут быть откровенно демоническими. И вот их-то нужно остерегаться. Последний вопрос. Не выходит ли, что по классификации Павла, где он называет некоторых братьев, верящих в то, что идолы реально существуют, и мясо, принесенное им в жертву, реально оскверняется немощными? Не выходит ли, что вот эти вот Яков, Петр и другие апостолы, собравшиеся в Иерусалиме на апостольский собор, они немощные в вере? Ведь в своем постановлении они пишут, что пища, принесенная в жертву идолам, нечиста. То есть, рассуждают как люди, которые, как оказывается, не имели того знания об идолах, которое было у Павла. Знания о том, что идолов на самом деле никаких нет. А все, что есть, это бесы, которые слетаются на вечеринку в честь этих идолов. Вполне возможно, что это действительно так, что эти великие апостолы Господа в этом отношении были немощны в вере. И это неудивительно, если учесть то, что и Яков, и Петр, и другие, многие из них, они были, как пишет Лука, люди не книжные и простые. И в то время как Павел был одним из образованнейших людей своего времени, он имел прекрасное образование и еврейское, и классическое. Да и вообще, вероятно, он был более интернациональным человеком. Он родился в Тарсе, в большом городе. В то время как апостолы другие были в основном из провинциальной Галилеи. Но нужно сказать, что все это нисколько не умаляет этих апостолов перед образованным и интернациональным Павлом. Потому что все они, и Павел, и апостолы, руководившие ранней Иерусалимской общиной, за исключением, вероятно, одного лишь Иоанна, приняли мутиническую смерть. Причем смерть не за верность принципам правильного мессианского или христианского, или какого-то другого питания, а за верность месси Иешуа. Какой же вывод из наличия этих разногласий можем мы с вами сделать? По-моему, мораль в том, что нам просто необходимо повзрослеть, нам необходимо научиться различать вещи по степени их важности. Апостолы едины между собой в вопросах спасения. Но между ними действительно были различия по другим вопросам, очевидно, менее принципиальным. И это означает, что не все на свете одинаково важно, не все на свете жизненно важно. В некоторых вопросах можно проявлять гибкость, в других вопросах, и нужно проявлять гибкость, как мы с вами сейчас слышали, нельзя отстаивать свою правоту любой ценой, нельзя отстаивать свою правоту и свободу ценой падения брата, преткновения брата. В чем-то можно и нужно проявлять гибкость, а в чем-то в жизненно важных вещах компромисс недопустим. И пусть Господь поможет нам с вами повзрослеть для того, чтобы научиться отличать одно от другого. Спасибо. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok